Делюсь своим мнением, ребята. Скоро у нас презентация WWDC21. Нам представят новые айфоны, новые айпады, новые аймаки. Все, возможно, перейдет теперь на чипы M1. Возможно, будет iPhone 13 на чипе M1, имейте в виду. И новое iPhone 12s. Я все-таки буду... Мое мнение о том, что iPhone 12s пойдет, 12s mini, 12s, 12s plus и так далее. Сегодняшнее мнение мое будет конкретно именно о моем iPhone 12, который я купил в марте месяца 2021 года. И сейчас, в данный момент, когда я снимаю, это спустя 5 месяцев. Как ведет себя iPhone, как у меня с автономностью, как в целом по работе и так далее, и так далее. Досмотрите видео до конца и вы все поймете. Добро пожаловать на канал AppleXpert. С вами Владимир. В целом, мое устройство работает отлично. В данный момент, моя емкость все-таки имеет 100%. Она на процент не упала. Я заряжал, как я, в принципе, рекомендовался. Их видеороликов не опускался ниже 20%. Всегда дозаряжал и не допускал перенагрев. То есть, это именно как раз влечет перенагрев и переохлаждение. Это влечет к тем, что действительно поможет хранить емкость максимально комфортно. Точно так же не советую вам обновляться на новой версии iOS. Что бы ни там ни говорили, какими бы ни фишками вас не заманивали. Это все влечет к тому, что ваше устройство будет убиваться по производительности, по автономности, по камере. Возможно, по качеству связи и еще много-много разных проблем. Поэтому, как установили какую-то комфортную iOS, на ней сидите максимально долго, комфортно. Пусть вас не смущат какие-то там новые фишки. Это не супер какие-то фишки, которые вот потом идти на такие жертвы и потом страдать. Потому что компания Apple именно делает так, чтобы занизить вашу производительность. И вы переходили на более новое устройство. Хотя, по сути, можно заменить батарейку и полноценно использовать устройство. Ну, заменить это уже, когда у вас 8, 85, где-то вот так вот, в процентах емкости вашего аккумулятора. Поэтому, стоит ли менять iPhone там на новый? Я думаю, не стоит там гнаться за какими-то понтами, по сути. Ну, кого это сейчас интересует, ребята? У меня, если бы даже сейчас был iPhone 7, у меня он бы вот так вот устраивал. Все отлично. Я бы заменил батарею и знаю просто, как настроить на iPhone. В принципе, по подсказке в описании, по ссылке в описании вы можете посмотреть максимально автономность. И ваш iPhone будет жить намного дольше. Вот. Поэтому, что я хочу сказать. Камера у моего iPhone 12 вполне-таки адекватная. Отлично. Я снимаю, как видите, сейчас именно как раз на это устройство. Работает без тормозов. Подгружает полностью всю информацию быстро. Использую в целом в энергосгрегающем режиме. Когда что-то монтирую или делаю какие-то тяжелые задачи, переключаю в полноценный режим. Чтобы не допускать как раз перенагрев. К чему я веду? Я отдал на тот момент 25 тысяч гривнах. Видите, в долларах сколько это было на тот момент. И как бы совсем не жалею. Это действительно то устройство, которое меня выручает в повседневной жизни. Я могу и записать видео, и звонить, и серфить в интернете. То есть, совершенно все без тормозов, без глюков. То, что, к сожалению, сейчас исходится iPhone 11, 11 Pro и так далее. Все они глючат. Все, кто обновились до iOS 14. Какая-то там версия, начиная с 14.5.1. И пошло, пошло, пошло до 14.7.1. На данный момент видеоролика, которую я записываю, iPhone 11 глючит. Что-то со связью, что-то с камерой, записание и так далее, и так далее. Это именно как раз то, о чем я именно говорил. В основном гасят вот эти вот линейки. Перед новым релизом новых устройств гасят сразу же 11, покупай 12. Или покупай там 12 или 13, какой будет. Это, к сожалению, маркетинговый ход, как бы там ни было. Но Apple никогда этого не скрывала. В принципе, вот сама суть. Что хочу сказать. Что покупать в 2021-м, вы посмотрите сами, какие будут отличия. Если там какие-то мелкие отличия по камере, там какие-то мелкие отличия по батарейке, там. Или же наоборот, там добавят супер камеру, но уменьшат батарею. Ну, не вижу смысла что-то брать. Ради какой бы я фишки обновился на данное устройство. Это только если там будет камера, как, допустим, у Samsung S21 Ultra. И плюс батарея. Все, в принципе, для меня важна камера и автономность. Остальное меня не интересует. Даже пускай чип тот же самый будет. Хотя нет, ну, конечно же бы на M1 перешел с удовольствием, если бы это был iPhone 12s или 13, допустим. Вот это, вот ради этих трех причин я бы это все сделал. А так, я бы не обновлялся. Напишите, конечно же, вы в комментариях, что для вас важно. Какое у вас сейчас данное устройство. Какая у вас батарея, емкость. Меняли вы батарею, не меняли. Какие у вас ситуации вообще были. Для меня это будет очень интересно. С вами пообщаться, познакомиться с вашей ситуацией. Может быть, что-то вам подсказать. Вы мне подскажете. Это будет отличное взаимодействие. Вот как-то так. Поэтому, чтобы не пропускать мои новые видео, подписка на канал. Пожмите колокольчик. Дальше больше. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok